Ну что ж, мы пытаемся догнать по своей. Погнали! Готов? Сверло, Батин, где Виктор такой наш пистонорт. А вот как взлетает наш чудесный планер. Сейчас будет сброшена тележка. Оп, тележка пошла. Вот она, эта знаменитая тележка. Вот он, исторический планер 1942 года выпуска, 1938 года разработка. Бомба! Здесь вот как раз парашютик расположен. Видишь, такой дутый фонарик красивый. Кажется, что места для пилота тут совсем нет. Потому что пилот засовывает локти вот сюда. То есть это место в кабине, можно сказать, обитаемое. Перегрузка, которую он способен выдерживать, 12G. Деревянный фюзеляж, интереснейшее решение, выклеен из дерева на трубе. Сделано все безумно красиво. То есть вот эти все соединения, ручечки. Вы посмотрите, сколько тут всего. Вот здесь. Оксидейн. Оксидейн? Да. The old one. О-о-о. Вот этот баллон. Я еще думаю, странный какой-то регулятор такой. Девушки часто спрашивают, на чем держатся ваши крылья. Я им говорю, на изоленте. Они не верят, мы им показываем, что да, на изоленте. Ну, кресты здесь ставят не потому, что здесь кто-то умер, а потому, что, ну, просто это паркировка высоты и так далее. Блин. Мы тележку забыли на полосе. Мы тележку забыли на полосе. Друзья, рублюсь на все деньги. Забыли тележку убрать, пришлось прерывать взлет, сбегать за тележкой. В общем, за это время наш Masway 3 набрал под облака, вон он, под кромочкой. Но мы сейчас попытаемся его догнать. Всем интереснее будет задачка. Поближе, может, мы найдем его где-нибудь там. Он просто сейчас, ну, чпок и улетит куда-нибудь. Фу, не улетел. Вот он. А, нет, это не он. Это Саспра. Чумодан какой-то. Значит, это не он и набирал другой. Ну, все, теперь как же его найти-то, а? Вот же обидно как, до слез. Ну, вот он, друзья, другой планер АСК-13. Не хуже. Учебный. Да, АСК-13 мы только и видели. Если посмотреть прямо, наверное, то там где-то Швейцария. Но сейчас интересно смотреть на Италию, потому что она просматривается очень далеко. Почему такая видимость бешеная? Наверное, из-за того, что дует северный ветер, и он приносит такую чистую воздушную массу. Это тот самый случай в Италии по весне, когда можно фикарно летать в Италии. Там Бассано-дель-Грапа. Точно сейчас вот крыло показывает на Монте-Карло. Вот там, если эту дугу продолжить, то как раз вот этот дугу Альп и выйдет к берегу, где есть Монте-Карло. И переезд береговой на Итальянскую сторону. Между тем, наша экскурсия главная и неумолимо приблизилась и к вершине. Это вершина Монте-Визе. Ну, теперь замечательный вид по дуге Альп дальше в сторону Швейцарии. Видите, Альпы бегут, бегут, бегут. Соответственно, там, где серенькая южная сторона, это Итальянская. А вот там на горизонте, это уже Швейцария. Ну, по идее, в общем-то, Австрия. И потом Альпы вот так дугой идут. Мне сложно показать это на карте. Это проще будет глобус фотографировать с Google Maps, что-то вставить. Очень хорошо, когда есть возможность сделать такую дугу вокруг Монте-Визе. Ну, а чего нам это стоит? Минус 5 метров в секунду. Низки есть на при роторе. Ветер сейчас 50 километров в час. Чем ниже, тем слабее ветер. Эпик, если этот меня тут трясет до невесомости. Злобствовать я не буду. Сделаю еще кружочек. Цель этого ролика показать вам этот объем, этот совершенно гигантский масштаб этих Альп, над которыми мы летаем. И красоту их. Меня очень всегда радует, что здесь все ухожено и, как говорится, все для людей сделано. Что на стороне Италии, что на стороне Франции. Тепло мне достаточно. Двигаемся в нулях. Дышим мы чистым кислородом. Выше 4 я обычно включаю кислород, чтобы потом не болела голова и хотелось кушать. Раз вы наблюдаете шнур. Пролетел самолет. О, вот такой, как этот. И на металл икры. Распыляет, вот он тэк-тэк-тэк-тэк-тэк и дальше, видите, нет ничего, растворилось. Это такой, может быть, раскирующийся самолет. А настоящее что-то пролетело, вот, можно сказать, космический корабль какой-нибудь принес вот это все. Кто там разбирается в трейлах? Опишите ко мне вот это облако. Почему такое? Почему мы даже наблюдаем, как оно живет и вращается? Закручивается. Но недавно была радуга. Что за химический элемент дает радугу? Видимо, какой-то гидроксид водорода. Страшное вещество. На экране куча планеров. Ну, их, собственно, куча и в небе. И мы самые нижние. В полном соответствии с полным позором. Потому что, не буду сказать, не говорить, кто продуплил всю высоту, летая абсолютно неграмотно. Залезая в какие-то минуса везде, вот, где не пойми, везде минус. И что мы будем делать? Мы будем делать, что мы пытаемся из самых низов выкарабкаться, потому что очень хочется заснять таки вам. Мосвей-3, и он где-то летает. А где? Теперь я его потерял. Он коршуном бьется над нами выше всех. Представляете? У нас 0,9 метров в секунду. Уже поздний вечер. Мы весь день гоняли по Альпам, пытались найти планер. А он вот вечером уже на пик-де-бюре все встретились. Но это, в любом случае, хорошая новость. Мы хоть как-то провисим. Сейчас попробуем с ним все стыковаться. Он же все равно когда-то пойдет на посадку. Вот. Все. Знаете, я не могу догнать деревянный планер старинный, 38-го года. Я вообще всех догнать не могу. Это, конечно, позор. Похоронил мой студент всю высоту. Просто вот похоронил вообще от слова совсем. Вот он сидит впереди, ему стыдно. Стыдно тебя? Ага. Ой, ладно. Зато, друзья, это вдвойне интереснее. Я чувствую себя теперь на соревнованиях. Как в старые добрые времена. Надо сейчас врубить, так сказать, чуйку-дуйку и выкарабкаться отсюда. Разворотик. И понимаете, нужно смотреть сейчас все секторы пространства, чтобы не намотать кого-нибудь на фюзеляж. Ой, видите, и нолики. Оп. Сигнализирует система, сколько новинок. Правильно. Он тут пронесся мимо нас. Ой, чуть не... Чуть не испугался я. Это вечерние такие политушки. Вот, смотрите, сейчас вот этот вот чувак будет на нас разворачивать. О, такая система предупреждения, чтобы на ней не орет. Что ж вы делаете, ироды? Вы ж так не убьетесь. Ой. Ну все, все тут уже полная, полная жопа, тут уже каша. Так, Илья, где? Где наш? Выше всех? Хорошо, ты главное не пропускай его. Потому что я у скальников рублюсь, у меня сейчас точно не до него. А я вроде как хорошо сейчас поток засыпил, смотри уже. Как мы почти выбрались над скалами. Это будет победа, потому что мы станем коршугами, которые будут летать над всеми. Ты видишь, как я потихонечку всех обогнал? А? Нет. Остался только МОСВЕЙ 3. Как сладкая конфета на вишенка, на торте. Ого. Но они, на самом деле, так близко к скалам не любят летать. Они только такие извращенцы, как я. Ну что ж, друзья, я вижу, что вся наша банда позирует для съемки. Потому что я включил еще летающую камеру. Но вот теперь пришло время показать вам этот МОСВЕЙ в полной красе. Так, закрылок переставляю на 4 для большей маневренности. И сейчас буду очень плотно проходить рядом с этим планером, как мы договаривались. Чуть-чуть левее него. Он про это знает. Мы с ним обсуждали этот маневр. Вот где-то так. Надеюсь, задняя камера взяла. Я думаю, что мы потеем? Мы в облако вошли. Так, это нам не надо. Еще в обракурс. На фоне пикбедюра. Сзади. Надо обойти его сейчас немножко, чтобы опять на хвост ему сесть. Сейчас чуть-чуть я поближе подтянусь. Аккурат, летающая камера должна быть немножко выше него. На хвосте и выше. Замедляюсь. Я, конечно, так медленно летать, друзья, уже не могу. 80 я сейчас лечу. Представляете, как медленно. Ну, вот эти вам уникальные кадры. Чуть ниже, на фоне облака. Вот он, исторический планер. Планер 1942 года выпуска. 1938 года разработка. Бомба. О, красавчик. Моя преимущество скорость. Могу выжить спокойно 200. Потом вот так вот. Таким боевым диражом. Вот так. Раз. Хе-хе-хе. Так. Не знаю, как на это отреагирует летающая камера. Наверное, ее подмучивает. Я, как видите, друзья, при всех моих высоких достижениях, я на самом деле не догоняю этот планер. То есть я маневрирую. И он вполне держится, видите, качество его динамического 27 на низкой скорости хватает, чтобы мы снижались примерно одинаково. Так что можете наблюдать, как бы понятно, что у меня камера сзади. Ну, я сейчас вывешусь на 80. Закрыл окна 6, переставь. Я вспыхаю. Ну, мы все равно, видите, за счет динамики я вот чуть-чуть поднялся к нему, но достать не могу. То есть вот 80, и мой планер уже близок к штопору, а достать не могу. Ну, зато на одной и той же скорости 90 я сейчас держу. Вот сейчас летающая камера, если по углу достанет вверх, ну, зараза, вверх-то много не дает. Не знаю, что вы видите. Я вижу, конечно, красоту. Не знаю, кадры должны быть бомбические. Ну, как бы сейчас главное не врубиться в склон. О-о-о, вот это красиво. Сейчас хорошо будет. Ой, небольшое сближение. О-о-о, это может быть фоточки вытащить. Ну, вот, друзья, смотрите на вот этом все киражах, как я вышел на склон. Ну, сейчас сто я держу, потому что ниже, конечно, мне очень страшно было бы. Сейчас пройдемся, попробуем еще раз состыковаться. Какая киноохота. Мы выровнялись по высотам, он набирать не стал, пошел на следующий заход. Соответственно, я сейчас, наконец-то, могу, имею возможность его догнать и поснимать уже вам сверху. Илья, поделай фотографии, пожалуйста. Я сейчас сделаю ракурс для летающей камеры. Максимально закрытая конфигурация. Обгонять мы его, естественно, не будем. Оп. Вот оно. Как я хотел. Отлично. Вот это бомба ракурс. Сейчас чуть выше проходим. Главное сейчас не делать резких маневров, друзья. Но все-таки вы понимаете, да, что съемка историческая. И такой исторический экземпляр забодать было бы крайне неправильно. Смотри, опять он на нашем уровне. Вот, друзья, фиг догонишь. Летает прекрасно. Вот вам ракурс теперь его на фоне летающих тарелок. Попробую сейчас догнать опять. Сейчас я как раз в восходящем потоке набираю. И опять повторю свой маневр с выходом на одинаковую высоту. Вот, сейчас отлично. Я держу его в перекрестке прицела. Оп. За счет энергии избыточной я как раз вокруг него могу описать вот такую красивую дугу. О, невероятные кадры. Еще раз я повторяю свой номер. Выхожу выше. Ой, как же это красиво бесконечно. Мы, друзья, обговаривали съемку. То есть вы не думаете, что это я мучаю пилота. Мы договорились, что будем снимать друг дружку. Что будут кадры с ним. Может быть, фоточки хорошие получатся на фоне пик дебюра. О! Палатрена. А? Илья, ты делаешь фотографии? Ну, что он делал? Молодец. Друзья, я счастлив. Сегодня была просто бомбическая охота. То есть мы целый день шлялись по горам, пытались найти этот планер. Думали, может, он туда полетел. Ну, что-то со связью не то. Может, у него рация отказала. Так и не встречались. О! Сейчас хороший вариант будет. Он улетает вперед. Но я попробую дождаться, пока он повернет на нас. И мы прямо на встречных курсах. Ну, или, например, сейчас я улетаю влево. Мне надо просто, чтобы динамика была. И чтобы летающая камера засняла что-то интереснейшее. Ну, давайте вот так. Пересекающиеся курсы. Я буду проходить выше него. Вот, сейчас должно быть хорошо. Оп! Есть! Фух! За эти 15 минут съемок я устал, как за весь день. Постоянно вот эта низкая скорость, особенно, когда вспухаешь, он же летит медленно. А мне на 80 уже некомфортно. Шляхер, конечно, замечательный аппарат. Он не штупорит, по крайней мере, с такой центровкой, которую у нас сейчас. Оп! Вот по телескорсии до... Оп! Штал! Штал! А вот набор скорости. Ну и штопорить, как бы, вот на такие скалы тоже, как бы, не очень-то хорошо. Ну и что, давайте тогда на летающую камеру какие-нибудь веселые съемочки сделаем. Как мы пролетаем рядом с рельефом. А то, что это все... Летающая камера даже сегодня, можно сказать, себя не зарекомендовала. Смотрите, друзья, как можно лечь на грунт. Вот пик-де-бюр. Нагло совершенно ухожу на плата. И вот буду приземляться. Вот это я, конечно, обожаю такие полеты. Прямо над снежком вот так фигачишь параллельно рельефу. Интересно, дернет постовую камеру сейчас или нет? Если дернет, конечно, нам форточку вырвет. Эх, красота! Когда скорость есть, пладер прекрасно контролируется. И нет никаких проблем, друзья, вообще. От словом совсем. Видите, я насколько выше этого плата сейчас. Смогу ли я пересечь его в противоположную сторону? Да, в принципе, должен. Но вообще пилот обычно должен. Не говорят, в принципе. Потому что с той стороны, если вы видели, плата идет с понижением. А сейчас я давану и могу, конечно, не очень хорошо сделать. Поэтому я решаю его все-таки не проходить, а облететь. Сейчас покажу вам крест. Вершину, собственно, пик де бюро. Но не пик де бюро, это одна из сторон. Кресты здесь ставят не потому, что здесь кто-то умер, а потому что, ну, просто это баркировка высоты и так далее. И вот опять я, смотрите, выхожу на грунт. И вот таким образом хулиганю. Вау! 200 км в час, чтобы было понятно скорость. Хулиганство на пик де бюре. Фух! Вот это, конечно, боже, современный планер. Все, друзья, я уже вообще бесил, поэтому... Сейчас я вам помашу ручку и покажу, что я ухожу в долину. Шпарь в долину. У меня уже совсем сил нет. Мы дома. Вот мой домик с улочными панелями. Вам сейчас хорошо должен быть виден. Пицца приехала. Пицца-мобиль стоит. Да, пицца будет сегодня. Отлично. И мы должны срочно вернуться на аэродром и выполнить заход на посадку. Сейчас попробую вам показать низкий проход. Ну, я буду укороченной коробочкой заходить, потому что все планера я их уже пересчитал на аэродроме. Мы никому не помешаем, если что. Ну, максимально низенько пройдем. Сейчас наш планер запас энергии имеет в скорости 250 км в час. Сейчас такая дуга будет плавненькая. Вот. Наблюдайте все планера на нашей стояночке, да? Наш герой выпуска. И мы уходим на русло речки. Тут проводов нет, я проверял. Максимально прижимают к рельефу, к деревьям и так далее. И сейчас смотрите, что будет. Изгибаются крылья. Я выпускаю 150 шасси. Оп. Теперь полностью выпускаю закрылок. Точнее, тормоза воздушные. Выпускаю закрылок. И по нашей любимой дуге. Салбатинь Диавиктор Довин Глянни Ту Саус. Ну, конечно, надо было раньше хрюкнуть в рацию, что мы заходим. Ну, мы, повторяю, одни, ничего страшного. И вот по такой любимой нашей дуге мы подходим к аэродрому. Почему я всегда тренирую заходик такой, друзья? Потому что я садился здесь без двигателя. Есть совершенно волшебный ролик. К сожалению, он доступен только для спонсоров канала. Не потому, что я такой жадный. Потому что не могу публиковать в открытый доступ. Коснулись и катимся спокойненько. Сейчас будем подъезжать к ангару. Если бы у меня были люди, которые ангар открывают, то я бы в ангар заезжал. Но, бандом, пробуем в ангар заехать. Эть. 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 Крылышко прошло. Крылышко положил. Опа! Такого я еще не делал. Друзья, первый раз в жизни заезжаем в ангар. Да, полетик получился. Полный эгегей. И все, сухо. Сейчас протрем планер и побежим шурпу готовить. Но, увы, не всегда ко мне такие гости замечательные приезжают, которые могут ангарчик мне открывать. Я всегда вас жду. Открывать. Будьте открывать ангар. Будем летать. А так ведь удобно. Чпок и заехал в ангар. Вот совсем чуть-чуть осталось. Видите, может даже доехать и крыло. Адам чук, аккуратненько положить и все. Немножко, конечно, пижонство. Но, с другой стороны, это опыт. И я все делаю аккуратно. Проверяю тормоза перед этим. То есть, тут все рассчитано и просчитано. Повторять не нужно. Потому что планер жалко, который может куда-нибудь туда въехать. На многих аэродромах, кстати, ругают за остановку какую-нибудь попытку куда-то подъехать. И, наверное, правильно, потому что дает плохой пример. Я вас плохому не учу. Я вас учу любить старинные планера. Пишите, как вам понравился герой нашего выпуска. И вообще, всегда очень приятно иметь обратную связь. Огромное спасибо глубоко уважаемым спонсорам, которые поддерживают канал. И всем чудесным людям, которые пишут позитивные комментарии. И негативные тоже. До новых встреч, глубоко уважаемые любители лета и педа спорта. До новых позитивных роликов. Субтитры создавал DimaTorzok